Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного библейским порталом экзегет.ру, мы продолжим говорить сейчас об Откровении Анны Богослова и обратимся к тексту 11 главы, и чрезвычайно важный, содержащий множество отдельных деталей, очень заслуживающих внимательного рассмотрения и обсуждения, но и, кроме этого, весьма важную, грандиозную картину в целом. И в первую очередь, может быть, для нас сейчас, когда мы читаем эту главу, как, впрочем, и весь апокалипсис, важно именно обратиться к некоторому содержанию, к тому посланию, которое в этом тексте содержится, а не к тем или иным отдельным деталям. Текст, попавший в 11 главу, начинается с цитаты из книги пророка Езекииля, той же самой книги, цитаты из которых заканчивается глава 10. И вот здесь говорится о том, что дана провидцу трость, подобное же зло, ему сказано «встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем». Это почти буквально то, что говорится о будущем, новом храме, храме в воскресении мертвых, о котором Бог говорит пророку Езекиилю в заключительных главах книги Езекииля. Вот, собственно говоря, и Езекииль, и Иоанн Богослов, когда они видят некоторую цель, к которой Бог направляет этот мир, когда они видят перспективу, к чему может привести то спасительное действие, которое Бог совершает в этом мире, когда они видят результат, вот они говорят о некотором удивительном храме. И описание Езекииля, и описание Иоанна Богослова, начинающееся в 11 главе, он еще будет возвращаться к этому в других фрагментах откровения, это описание очень важное, очень важное, потому что храм – это место, где мы встречаемся с Богом напрямую. Обратите внимание, что это пишется человеком библейской культуры, для которого храм – это тот дом, про который Бог обещал Соломону, еще освящавшему первый храм. И когда любой израильтянин придет и помолится на месте семь, я услышу его, когда любой язычник, даже о язычниках сказано это Богом Соломону, придет и помолится на месте семь, я услышу его. Дело в... Кстати говоря, обратим еще внимание на то, что когда Иоанн пишет эту книгу, собственно, Иерусалимский храм-то уже четверть века как разрушен. Так вот, это место, где между сердцем Бога и сердцами людей нет преграды, где Бог слышит человека. Вот иди, встань и измерь этот храм Божий, место, где встреча с Богом происходит. Та встреча о приближении, который трубили ангелы в предыдущих главах, о приближении, который открывалось читателю после каждой печати, снятой ангелом с книги. Вот эта встреча, собственно, и есть то, что обозначено измеряемым храмом Божьим. И еще дальше здесь Иоанн, хотя, может быть, и позднейший редактор, здесь трудно сказать, на самом деле, с полной уверенностью, вставляет свидетельство о двух праведниках, которые говорят об имени Божьем, свидетельствуют об имени Божьем, и оказываются убиты, но потом вошел в них дух жизни, и они встали на ноги свои. Ну, конечно, читателям ужасно интересно было бы узнать, кто имеется в виду. И весьма вероятно, что Иоанн имел в виду конкретную историческую реальность своей или чуть более ранней эпохи, и существуют некоторые гипотезы или догадки. Не сказать, что вы слишком убедительные и доказательные. Поэтому тоже для читателя важно не пытаться угадать имена и фамилии этих свидетелей Божьих, сколько увидеть, о чем вообще идет разговор. Потому что это тоже важный компонент откровения о мире и жизни и истории человечества. Свидетельство Христа, в том числе то свидетельство, которое несут ученики Иисуса, община его друзей, каковой является церковь, вовсе не принимается на ура. Вовсе не так, как, знаете, в исторических учебниках моей юности писали про триумфальное шествие советской власти. Вот здесь нет триумфального шествия, здесь есть свидетельство о правде Божьей и гибель людей, которые свидетельство несут. И, в общем, это повторяется в истории раз за разом. То, о чем апостол Павел пишет в одном месте, вот нас убивают, но вот мы живы. Свидетельство, которое, как кажется, буквально звучит, как голос вопящего в пустыне, видите, но у него оказываются какие-то удивительные, в каком-то смысле неожиданные, таинственные плоды, когда сила Божья совершается в немощи и гибели вот этих свидетелей. Повторяю, что не так, может быть, для нас важно, как их звали, как важно понимать, что и мы тоже сегодня призваны скорее уж таким путем идти. Ведь для читателя Иоанна, для тех, кому эта книга попадала в руки впервые, для них актуальным и важным был вопрос, что нам делать и каковы наши пути и наши судьбы перед лицом гонений. И вот он говорит о том, что те, кто хранят верность Господу Иисусу Христу и свидетельствуют об Агнеце, свидетельствуют о правде Божьей, они идут тем же путем, которым идет Агнец. И это может быть вообще фундаментальная, основная мысль, которую можно было бы нам из откровения Иоанна Богослова воспринять. Во второй части одиннадцатой главы Иоанн говорит о землетрясении, о том, что часть человеческих городов разрушена, и люди гибнут, другие объяты страхом, и вот в результате, наконец, наступает момент, когда трубит седьмая труба, и что же происходит, что же открывается в этой точке, к которой последовательно, хотя и несколько замысловато иногда, вел Иоанн свое повествование. А вот что царство мира сего соделалось с царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. Аминь. Сегодня трудно нам до конца прочувствовать аспекты, нюансы этих слов, потому что для нас и царство мира сего в каком-то смысле такое же литературное выражение, как царство Господа нашего и Христа его. Но в тот момент это, если хотите, ведь очень политическое заявление, потому что весь мир, как кажется, живущим в римской истории, является царством Кесаря, и то царство Парфян, которое Кесарем еще не завоевано, вот-вот таковым окажется, и в конечном итоге царство мира сего – это вот такая человеческая конструкция, в которой одни люди властвуют над другими, и, собственно говоря, на подавление одних людей другими здесь все и построено. И обратите внимание, что вовсе не обязательно, по большому счету, упоминать здесь Римскую империю. В той или иной степени любое государство устроено так. И вот ангелы Иоанн в этом видении говорят нам о том, что теперь по-другому. Это на самом деле Господином становится Христос, господином, владыкой этого мира, тем, от кого, собственно, все зависит, становится Бог. Вот это слово «кириос», которое мы прилагаем с этих пор к Богу, ровно об этом и говорит. Тот странный дяденька, который сидит на палатине во дворце и думает, что он правит миром, думать может все, что угодно, но это не значит, что он правит миром. А миром правит любовь Бога. Миром правит на самом деле вот Господь наш. И вот его воля, его действия по-настоящему важны и реализуются в истории. И продолжая, вернее, возвращаясь к литургическим описаниям, которые мы видим в начальных главах апокалипсиса, вот, Иоанн говорит, 24 старца, сидящие перед Богом на престолах, пали на лице и поклонились Богу, говоря, «Благодарим тебя, Господи Божий Вседержитель, который есть и был и грядёшь». И, как мы уже говорили, вот эта формулировка, который был, есть и грядёшь, весьма вероятно является способом передать грекоязычному читателю священное имя Божье, я есть тот, кто я есть, я есть сущий. Вот мы видим старцев, которые становятся свидетелями воцарения Бога, свидетелями того, что всё, что пытается сопротивляться Богу, не достигают успеха, и Бог становится господин этого мира, вот они благодарят Бога, говорят, «Благодарим тебя, Господи Божий Вседержитель». И это на самом деле для христианского отношения, для отношения христиан к Богу, к жизни, к истории, к самим себе и собственной биографии абсолютно фундаментальная вещь, потому что откуда взять печать Божью на челе, о которой говорится в девятой главе, та печать, которая так волнует и пугает людей, особенно в наше время. На самом деле вот этим знаком того, что ты Бога выбираешь и Ему принадлежишь, является эта благодарность. Центр вообще всего диалога с Богом всей нашей жизни перед Богом – это именно благодарность. И это возможность для христиан, для тех, кто участвует в этом таинстве благодарения, участвовать не только в тяготах сегодняшнего мира, но и в том воцарении и славе Божьей, которые ожидают нас, которые видят Иоанн, в той славе Божьей, которая реализуется в этом мире сейчас. Ты принял силу великую и воцарился. Совершенный вид глаголов здесь фундаментально важен, потому что в конце концов в этом мире есть еще проявление жуткого несовершенства и человеческой злобы и жестокости, но благодаря таинству благодарения, как не тавтологично это звучит, благодаря воплощению Сына Божьего у нас есть возможность быть и участниками другой реальности царства будущего века, быть участниками того, что происходит в Храме Божьем на небе, одновременно на небе и на земле. Сына Божьем на небе